Четкие линии, правильная геометрия, равномерная расцветка. Потому как выглядят поля сверху, опытный специалист расскажет, достаточно ли вносилось удобрений и какой ждать урожай. Губернатор вместе с ведущими селекционерами Кубани с вертолета осматривает поля в северной части региона. По словам ученых, чем дольше держится зеленая пшеница, тем больше будет урожай. Зеленых полей действительно много. И урожай прогнозируют не меньше, чем рекордный прошлогодний. Главное, чтобы июль выдался сухой. Губернатор приземляется недалеко от полей в станице Каневской. Решил сам посмотреть, в каком состоянии пшеница перед уборкой. Практически все колосья ровные. На один квадратный метр больше 20 тысяч зерен. Образцовые показатели. Вот это поле, друзья, оно, кстати, кормит всю страну. Вот сегодня, чтобы наших жителей, нашей огромной страны, я уже не говорю про жителей нашего края, однозначно накормим. Однозначно. С таким урожаем уже накормим. Страна будет с хлебом, а Кубань тем более. Кубанская земля вполне готова давать рекордный урожай. Но научные исследования показывают, если не изменить систему ухода за почвой, ресурс охватит лет на 40. Плодородие снижается из-за массового внесения минеральных удобрений вместо органических. Сегодня это, конечно, позволяет получать высокую урожайность, но истощает землю в будущем. Жить по принципу «после меня, хоть потоп, слишком недальновидно», замечает губернатор. При таком подходе через 30-50 лет земля на Кубани будет мертвая. Это тоже надо понимать. Исходя из того, что сегодня по статочетности органика практически вообще не уносится. А потому что, говорит, нет органики. Потому что, видите, сельское хозяйство – это такой же заплутый цикл. Не будет скотоводства, не будет крупнорогатого скота, не будет органики. Не будет органики, значит, будет земля истощаться. А земля истощится, значит, вообще ничего не будет. У нас есть закон о плодородии. Мы почвенное обследование проводим, не проводим. Давайте норму на краевом уровне примем. Если, на самом деле, земля сегодня ненадрежащим к качеству, и почвенное плодородие падает, давайте ее изымать. А что мы ждать будем? Для чего ждать? Чтобы вообще пустыню что-ли превратить? Тот или иной нерадивый собственник или тот нерадивый арендатор. А договоры аренды само собой расторгают. А что шутить-то? Пусть землю возьмет тот, кто может. Эту землю, по крайней мере, сохранить для последующих поколений. Сейчас 70% земли в крае обрабатывается как раз минеральными удобрениями. Чтобы изменить ситуацию, в регионе прорабатывают поправки в закон. Аграриям предлагается вносить не меньше 5 тонн органики на гектар. К примеру, в Белоруссии этот показатель достигает 80 тонн. Однако одного желания мало. Навоз требует особых условий хранения, а значит, и немалых денег для этого. Сегодня сталкиваются сельхозпроизводители не то, что они не хотят выносить навоз. Проблема именно с тем, как его хранить. По всем требованиям, чтобы он перепрел 9 месяцев, это порядка 15 миллионов затрат на каждой ферме. Но не все органические удобрения одинаково опасны. Власти региона пытаются убедить Росприроднадзор снять излишние требования к хранению органики, чтобы у фермеров было больше возможностей вносить ее в почву. Заместитель руководителя Росприроднадзора, который посоветовал, и мы сейчас этим путем действуем, это сделать прецедент и проведя через лабораторию, и признать том, что навоз под стилкой или соломой не является четвертым классом и пятым. И по этому пути мы сейчас идем. Нам рекомендовать не нужно, он нам порекомендовал. Значит, он пусть своему руководству, уже стоящему, рекомендует, чтобы они занимались реальными проблемами на селе, они придумали нормы, которые на самом деле и без того мешают жить. Росприроднадзор, а с ним надо будет давно уже было поговорить, а не ждать какой-то путь, который полгода он занимает или меньше. Нормы придумают, потом мы сами их преодолеваем. Еще одна острая проблема для аграриев – содержание лесополос рядом с полями. Чаще всего они бесхозны или находятся в федеральной собственности. Даже почистить их фермеры не имеют права. Доходит до абсурда, чтобы привести в порядок кусок земли с деревьями вблизи своих участков. Аграриям приходится вплатить деньги. Венимин Кондратьев требует навести порядок в этом вопросе. Сегодня департаментом имущественных отношений принимаются заявки на предоставление в аренду лесных насаждений, именно лесополос. Слушай, ну все время надо понимать, что одно дело, кто-то хочет их взять, а другие не хотят. То есть такого не бывает. Вы четко, я еще раз подчеркиваю, что на Кубани не должно быть бесхозных лесополов. Не должно быть. Потому что вместе то же самое с гумусами, с лесополосами уйдет урожайность. Она уйдет безвозвратно. Хорошо. Вот четкое понимание, у вас должна быть карта, у кого какая земля, и жесткая. Разберемся. Иначе не скажешь, что лесополосы должны обрести своих сегодня или арендаторов, или хозяевов. Кубань первой в стране приступает к уборке зерновых. На площади больше полутора миллиона гектаров. Фермеры знают, в этом вопросе меддить нельзя. И никто не должен мешать аграриям получать урожай, замечает губернатор. Разосланы уведомления и энергетикам о том, чтобы в течение уборочного периода не допускали отключения электричества газовикам, газа. Как бы, знаете, тоже разослана, разослана, там предупреждено, направлено. Контроль взятый. Немножко контроль. Надо четко сказать, что не будет отключено, не будет того-то, не будет того-то. Они должны потом уверенно быть в том, что условия для того, чтобы они урожай собрали, у них были. Вот в чем вопрос. А то, что мы рассылаем кому-то, я уже сколько раз говорил, то есть мы должны брать ответственность себя перед ними, потому что мы обеспечим сегодня уборку урожая. И у нас с этой стороны, пускай наши аграрии не переживают по этим моментам. Вот это другой вопрос. В поля на уборку выйдут 6,5 тысяч комбайнов. В крае сформирован резерв дизельного топлива на 30 тысяч тонн. Уборка должна быть стремительной. Это значит, в рамках сегодняшних погодных условий. Поэтому задача ваша, Анна Николаевич, организовать алгоритм системной уборки. Количество комбайнов, которые есть в нашем регионе, чтобы максимально все зашли на поля. Если нет, давайте привлекаться. Ставрополь, Ростов, сразу вы должны понимать, насколько мы охватим собственными комбайнами наши поля. Пик уборочной страды начнется в июле. Как говорят специалисты, теперь все зависит только от погоды. Если дождей не будет, урожай окажется богатым. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Каневской район.